Автор бесконтактного метода энергетического воздействия на организм человека перед своей смертью оставила россиянам собственное видение кризисных ситуаций, которые возникают в последние несколько лет не только в нашей стране, но и по всему. Миру, портал СИП, ФМ публикует подробности предсказаний Джуны Давидашвили на вторую половину 2023 года. Согласно предсмертным прогнозам Евгению Вашевны Сардис, настоящее имя целительницы и пророчицы, в период между 2020 и 2025 годами беспокоиться о разжигании Третьей мировой войны не стоит. Однако возникновение локальных конфликтов, как естественного этапа развития государства, вполне вероятно. Также Джуда уверяла, что Америке и остальному миру не удастся разрушить нашу страну, так как у нее будет достаточно сил, чтобы противостоять внешним воздействиям, но попытки они будут делать регулярно в силу политической ориентации. Американского правительства, что касается российской экономики, то во второй половине текущего года кризисные процессы будут постепенно смягчаться. Однако для этого потребуется, чтобы олигархи и власть придержащие переосмыслили систему традиционных ценностей, чем быстрее власть имущие олигархи поймут, что богатство и роскошь не являются главным, тем сильнее и сплоченнее станет страна. Говорила она, по предположениям знаменитой целительницы, для всех россиян 2023 год, это период замедления, переосмысления мира, оценки наших способностей и установки новых приоритетов. В противном случае и в ситуации затяжного военного противостояния, наблюдаем сейчас, она предрекла тяжелую судьбу России и постепенный распад экономики. Не раз она говорила на немедленном прекращении военных конфликтов, особенно между дружественными народами, как русские и украинцы, еще в 2015 году, находясь на пороге своей смерти, Джуна была обеспокоена упадком культуры в России. Она связала эти разрушительные для нации тенденции с потерей искона русских ценностей, но предложила мир и по возрождению знаменитой на весь мир великой русской культуры. По ее устойчивому убеждению, для этого придется соблюсти некоторые условия, а именно, всеобщий отказ от употребления алкоголя и от материалистического мышления, поощрение стремления к духовному развитию, самопознание ей. Перенаправление вектора развития к внутреннему росту личности, официальное признание традиционных ценностей на государственном уровне, усиленное внимание к семье и браку. Несмотря на все это, целительница до своего последнего вздоха верила в Россию и предрекла нашей стране после пяти сложных лет с 2020 по 2025 эпоху благоденствия, когда материальное положение жителей значительно улучшится. Это вполне возможно, если все россияне примут активное участие в строительстве новой жизни, единая цель должна объединить народ, и тогда перемены не заставят себя долго ждать, пояснила она, есть над чем подумать нам всем. Знаменитая ясновидящая писательница, Жуна, недавно перед своим уходом написала следующее четверостишее, в котором уповает на светлые силы, которые принесут благополучие и мир в мире. Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы рассмотрим ее актуальные пророчества о России и мире, Жуна была талантливым художником и астрологом, обладающим даром ясновидения. Она также обладала мощной энергетикой, способной облегчать недуги и даже исцелять. Один из ее последователей заметил, что она обладала уникальным свойством, способностью передавать небесную космическую энергию через свои руки для помощи больным и страдающим людям, которые получали от нее исцеляющую энергию, подобно. Тому, как засыхающие деревья восстанавливаются благодаря чистой живительной воде, в своих прогнозах Жуна сопоставляла свое ясновидение с положением небесных тел в пространстве и времени, используя свои астрологические знания. Это давало основу для большинства ее точных прогнозов, которые прославили ее в России. Благодаря своей уникальной методике распознавания причин недугов и нервных расстройств, а также точности своих предсказаний, Жуна стала известной и пользуется популярностью среди знаменитостей. Ее необычные способности привлекли внимание не только обычных людей, но и знаменитостей, которые обращались к ней за помощью и советом. Жуна глубоко проникалась к потребностям каждого, кто обращался к ней, и стремилась помочь им в их трудностях, большинство ее предсказаний оказались удивительно точными, что вызывало у многих удивление и восхищение. Ее имя стало ассоциироваться с надежностью и правдивостью прогнозов, люди приходили к ней с надеждой насчет своего будущего, и Жуна всегда старалась поддержать их, внушить веру в свои силы и предложить искренний совет. Своим исключительным даром она также помогала в распознавании причин недугов и психологических расстройств, что помогало людям обрести внутреннюю гармонию и улучшить качество своей жизни. Ее советы и лечебные методы помогали многим избавиться от страданий и найти истинное счастье, по сей день ее наследие продолжает жить в сердцах людей, которых она коснулась своими пророчествами и энергией. Ее предсказания и мудрость остаются актуальными, вдохновляя людей и наполняя их надеждой на лучшее будущее, таким образом, Жуна оставила незабываемый след в истории России и мира. Ее дар ясновидения и способности исцелять энергетикой продолжают жить в сердцах людей, продолжая приносить пользу и помощь тем, кто нуждается в поддержке и направлении на пути к благополучию и гармонии. История дивной женщины, известной как Джуна, оставила свой незгладимый след в истории предсказаний. Первым удивительным предсказанием стало зловещее предчувствие, которое она высказала своему другу, талантливому Игорю Талькову, предсказав его гибель. Она уважала Игоря, называя его рыцарем России, и даже с ним дуэтом пела на последней встрече, на тот роковой день, когда она не хотела его отпускать и кричала, чтобы он не уезжал, сбылось то, что она предрекла. Другой случай связан с легендарным Владимиром Высоцким, Жуна увидела артиста и сразу сказала, что не видит будущего для него и что ничего нельзя сделать. Ее слова вызвали различные интерпретации, но вскоре стало ясно, что ее предсказание осуществилось, когда Высоцкий ушел из жизни, и ее зрение простирается далеко за пределы известных горизонтов. Когда Борис Ельцин лично пригласил Джуну к себе домой, она попросила его беречь сердце, но несмотря на это, 23 апреля 2007 года президент ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Даже патриарх Пимен заинтересовался деятельностью Джуны и одобрил ее целительские способности, православная церковь дала ей благословение на совершение добрых дел и помощь людям. Помимо предсказаний, Джуна разгадала тайны пустоты, которые окружает наш мир, она поняла, что она содержит основы бытия и жизни, и подсказывает нам мудрость. Возможно, при сильной концентрации энергии добра или зла, эта пустота даже способна материализовать эти силы. Такова история загадочной Джуны, чьи предсказания и способности продолжают восхищать и заставлять задуматься о границах возможного. Великая ясновидящая Джуна утверждала, что сила любви является наивысшей силой на Земле, после трагической потери своего единственного сына, она выражала мечту удлинить человеческий век. Для этого, по ее словам, не требуются великие научные прорывы, так как внутри каждого из нас присутствуют резервы нашей эмоции и мысли, на которые отзывается Вселенная. Джуна подчеркивала, что большая ошибка заключается в том, что люди не осознают своей связи с Вселенной и воспринимают себя как оторванных от физического мира созданий. Ее послание оставило глубокий след и после ее ухода, ее последователи и почитатели часто рассказывали о том, что Джуна является им во снах, предупреждая об опасностях и будущих событиях. Известно, что ясновидящая Джуна покинула наш мир в 2015 году, в возрасте 65 лет, ее способности оказались настолько близки, что она продолжала проявляться в снах своих последователей после своего ухода. Джуна безуспешно пыталась исцелить своего ребенка, но его загадочное исчезновение в 2001 году стало величайшей духовной потерей для нее, по словам Джуны, она предсказала гибель солдат, которая произойдет на нашей земле после ее ухода. Эта потрясающая ясновическая передача была выражена в ее стихотворении, посвященном этой теме, с ясностью и мудростью ясновидящей Джуны проникаем в иные измерения. В ее письмах звучат тревожные предсказания о гибели солдат и звуке тревоги, о связи двух миров мира живых и мертвых, силой любви она утверждает связывающую нас вечность, и эта связь существует даже после окончания земного бытия. Она утешает мать, призывая не плакать над детьми, и жену, просит не рыдать над мужьями, потому что любовь навсегда связывает нас, и мы снова встретимся с теми, кто ушел раньше нас. Земля лишь временное место, а после исполнения наших земных задач, мы вернемся туда, откуда пришли. Пророчество Джуны, оставленное в 2000 году, говорило о сложных временах для России в последующие 5-7 лет, но также о сверхъестественном объединении людей, когда они будут беречь и поддерживать друг друга, и даже умершие на родину будут. Возвращаться со всех уголков мира, этот пророческий дар несет смысл, и в современные времена Джуна предупреждала о потрясении, о наплыве беженцев в Европу в 2020-2022 годах, которое должно было сопровождаться тяжелыми временами для народа. Она делала параллели с предсказаниями Ванги, указывая на возможный наплыв беженцев и трудности, которые ожидают мир. Все ее предсказания следует воспринимать с уважением и вниманием, ведь история многократно доказывает, что у мудрых и ясновидящих слова всегда находят свое отражение в событиях, помогая нам осознать и понять сложные моменты нашего времени. Я верю в ясновидящую Джуну, сама свидетельствовала об удивительных предсказаниях Ванги, и Джуна действительно обладала редким даром, полученным от Бога. Она видела то, что я посылала к ней, и ее слова о конфликте с беженцами в Европе оказались правдивы, Джуна предсказала многое на годы вперед. Она утверждала, что не верит в будущее США, говоря о их исчезновении, что покажется нам сложным представить. Но мы должны обратить внимание на ее слова, ведь она предвидела, что Америка будет разрабатывать новые виды вооружений, подтверждая свое господство, но все это закончится крахом, без возможности восстановления. Джуна уверяла, что Бог помогает России, и она возвысится над всеми человеческими страстями, став центром измененного мира. Россия станет началом этого преображения, а ее земли будут давать превосходный урожай, так как будет устранена угроза плодородной почве, в то время, как другие страны будут сталкиваться с проблемами. Джуна предсказывала расклад между Россией и Украиной, отмечая, что враждебные отношения станут следствием ошибок и предательства со стороны Украины. Ее пророчества о России и Украине были опубликованы еще в 2003 году и подтверждены повторно в 2019 году. Таким образом, слова Джуны оставляют глубокий след в нашей памяти, и ее предсказания напоминают нам о важности понимания и применения духовной силы, которая может помочь преодолеть трудности и создать благополучное будущее. Ошибки в политике могут привести к полному обнищанию и краху, однако, если к власти придут грамотные политики, раны народа могут быть залечены, и это принесет выгоду для всех сторон. Но в настоящее время, обсуждать какую-либо выгоду кажется кощунственным, учитывая серьезные события, которые происходят вокруг нас. Все больше возникает опасение, что эти события могут привести к более серьезным последствиям, но конец света в масштабе мировой войны, подобной второй мировой войне, был бы слишком катастрофичным. Ясновидящая Джуна делала пророчество о ближайшем будущем России и мира. Мы желаем вам добра и здоровья, если вам интересны продолжения, ставьте лайк и обсудите в комментариях, верите ли вы в пророчество. Подписывайтесь на наш канал и официальный сайт, чтобы первыми смотреть ролики о будущем и читать статьи о том, что нас ждет. Благодарим вас за просмотр и до новых встреч.